Похоже, парламентарии сегодня готовились к бою. На ковер был вызван премьер, и главная претензия к нему должна была быть связана с тем, что у правительства нет четкого плана вакцинации населения. Иратас, кажется, предупредил эту атаку. Выступая сегодня с заявлением перед депутатами Ирикогу, премьер-министр сообщил, что относительно вакцинирования уже есть и четкие графики, и планы. Ожидается, что в конце декабря первое разрешение на продажу в Евросоюзе получит вакцина против COVID-19 Pfizer и BioNTech, а вакцина Moderna в середине января. Вакцина будет доставлена на склад Департамента здоровья. За это отвечает производитель вакцины. После ее транспортируют по Эстонии. Планируется, что будет чуть больше 2 миллионов доз. На первом этапе мы получим 100 тысяч вакцин. Дальше появились даже конкретные сроки. Таким образом, можно ожидать, что в первом квартале 2021 года можно будет предоставить вакцину работникам медицинских учреждений и домов презрения, а также клиентам домов презрения, и можно будет приступить к вакцинации людей старше 70 лет и людям с определенными диагнозами. Предупредил Ратас и вопросы по эпидемии водовирума. Он отметил, что несмотря на то, что болезнь продолжает распространяться, жители Эстонии, в том числе и водовирума, гораздо лучше осведомлены о коронавирусе, чем это было весной. Количество безработных начало расти еще во время чрезвычайного положения. По состоянию на 10 декабря в Эстонии на учете стояли 51 404 безработных. И хотя безработица выросла не так мощно, как прогнозировали весной и летом, полсотни тысяч людей, которые не имеют рабочего места, это внушительный показатель для нашей страны. Касса страхования от безработицы предлагает разные меры. Помощь в поиске работы, обучение предпринимательству, индивидуальные пособия, многое другое. 56 миллионов 700 тысяч евро мы запланировали на программу трудозанятости. Сегодня утром на заседании правительства мы достигли принципиального соглашения по помощи жителям и предпринимателям Ида Вирума. Помощь предпринимательству заключается в пособиях на зарплаты. Также нашли возможность помочь компенсировать ограничения в деятельности по интересам и спорту по всей Эстонии. Кабинет министров сегодня принял решение о выделении в декабре 2 миллионов 100 тысяч евро туда, где сейчас действуют ограничения. Всего выделяется 5 миллионов на поддержку по всей Эстонии. В Ида Вирума будут поддержаны 204 предприятия. В общем, просто знать об эпидемии это еще не все. Нужны ясные и отчетливые шаги, помогающие как сдержать вспышку заболевания, так и те, которые помогли бы сферам, наиболее пострадавшим из-за COVID-19. Сергей Овченков, Вячеслав Скалецкий, Новости Таллина.